Вы понижаете, децибалы, которые здесь прозвучали, боялась после Алексея выйти. Добрый вечер всем. Думаю, что бы мне, Володе Высоцкому, прочитать такое, которое он заслуживает. Ну, у меня таких стихов, конечно, много потрясающих, но я все-таки нашла в себя стихотворение. Рыдала, плакала душа, зерно искала средь обломков. Нашла его и чуть дыша соединила из осколков. Соединила, как могла, как ей подсказывало сердце, но все же трещина легла. Осталась ниша, как озерце. Там собирались капли слез, штормила там, и были страсти. Шипы от высушенных роз, калорий больно ей, к несчастью. Все претерпела, все смогла, душа сама себя лечила, но никогда не предала. И никого не разлюбила. Браво! Написала вот немножко про зиму. Конечно, оно такое не совсем. Но я прочитаю вам. Новый год. Я встречаю одна. Вечер, тихо, стою у окна. Мои мысли, застывшие льдинки. В ритме бальса кружатся снежинки. Так, как торжественно падает снег. Небеса потеменели к ненастью. Новый год начинает разбег. Как мучительно хочется счастья. Верю я в эту темную ночь. Светлый ангел спешит мне помочь. Небеса обещают мне день, когда яблонит свет и бушует сирень. АПЛОДИСМЕНТЫ Такая зарисовочка. Ах ты, зимушка наша, зима. Как красивы твои кружева. Я сегодня в окно подглядела. Как рисуешь полотна свои. Сколько прелести, нежности мне. И по просьбе трудящихся, неупиваемая чаша. Наверное, я уже когда-то читала его. Но прочту еще раз. Моя владычица благая. Как я жила, тебя не зная. И не жила я вовсе нет. В этме скиталась столько лет. Я чашу выпила до дна. Обид, сомнений и потерь. Отныне пью другую чашу. Духовной благости копей. И каждый капельки нектар. Во мне обиды растворяя. Уносит горечь и печаль. На сердце раны заживляя. Неупиваемая чаша. Духовной благости родник. Никто с дороги не собьется. Кто хоть однажды к ней приник. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...